Мы находимся на пляже в Рыбацком. Летом это одно из любимых мест для отдыха у ульяновцев. Обычно вода в теплое время годности достигает вот этой отметки. Где она сейчас, вы можете видеть у меня за спиной. Эта проблема спуска воды беспокоит жителей нашего региона и соседних. Мы пообщались со специалистами, чтобы выяснить причины такого спуска воды и к чему может привести подобные действия. Ежегодный каскад Волжских водохранилищ спускают, чтобы обеспечить водой южные города по Волжьям. Весной уровень воды снова наполняется за счет таяния снегов. Однако такие перепады губительны для обитателей реки. Тем более, что спуск воды происходит в самые важные для рыбы моменты – нерест и подготовка к зимовке. Сейчас уровень воды в Волге немного не доходит от метки 50 метров по Балтийской системе. Сезонные колебания уровня воды в водохранилище постоянные. Вопрос в том, насколько они большие. Но считается, что это маловодие, маловоды действительно. Где-то сейчас получается 50 метров по Балтийской шкале вместо 53. То есть 53 метра – это нормальный подпорный уровень в Куберском фамилии. Сейчас 50, то есть минус 3 метра. Ну, конечно, это очень большое снижение. По-моему, если не ошибаюсь, в среднем оно случается где-то один раз в 20 лет. Популяция рыб в Волге сокращается с каждым годом, а спуск воды приводит к высыханию икры. Плюс ко всему развиваются сине-зеленые водоросли, которые начинают гнить подо льдом, и происходит кислородное голодание. Пища для рыб после спуска воды остается на берегу. Пережить зиму в таких условиях становится невозможно. Все это является причиной того, что весной берега Волги превращаются в рыбное кладбище. От обмеления страдает и рыболовство, и судоходство, и сельское хозяйство. Рыбные запасы – это стратегические запасы. Хоть это и возобновляемый ресурс, но чтобы он возобновлялся, нужно рационально относиться к этому. Иначе со временем нечему будет возобновляться. Кроме того, это очень важный вопрос – вопрос водоснабжения региона. Мы знаем, что малые реки, подземные источники, резервуары воды, зависят от уровня реки Волга. И если падает уровень Волги, то и пересыхают малые реки, пересыхают родники, и, соответственно, нет воды. Многие рыбаки убрали свои лодки на зимовку раньше времени. С низким уровнем воды повышается риск сесть на мель, а это может обернуться дорогостоящим ремонтом. Но больше всего от маловодия страдают крупные суда. Кроме того, еще одна проблема есть – проблема судоходства. Вот мы видим, наверное, на реке баржи стоят, пароходы, грузовые, пассажирские суда. Они, когда низкий уровень воды, они просто не могут швартоваться, они не могут причалить к берегу в оборудованных местах. Правобережье Ульяновска напрямую зависит от количества воды в реке. С текущим уровнем проблем с водозабором не будет, но малоснежная зима и засушливое лето может привести к тому, что водохранилище не наполнится. Ну, критическая точка есть у нашего водозабора. Но, насколько я слышал, сейчас его маленько удлинили, и он может забирать воду с глубины, с большей глубины. Вот, и это самый критический момент. То есть для забора воды, для населения Ульяновска. Вот эту проблему решили удлинением водозаборной трубы. Вот, а для наполнения Волги? Нет, здесь все зависит от того, я еще раз повторюсь, какая будет зима и как много будет снега. Вот, просто если зима будет малоснежная, то, в общем-то, и даже этот уровень может оказаться критичным. То есть мы можем не набрать воды. Жители Ульяновской области осенью 2023 года стали замечать появление островов, которые обычно скрыты под водяной гладью. В отдельных районах области на такие острова можно даже проехать на машине. Региональное министерство природных ресурсов и экологии тоже обеспокоено проблемой обмеления Волги. Но принимают решение по Куйбышевскому водохранилищу на федеральном уровне. Уровень воды и водохранилищ регулируется федеральными структурами. Представители Минприрода Ульяновской области регулярно принимают участие в заседаниях межведовственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волско-Камского каскада, на которых отставим позицию недопущения резкого снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Как сообщают специалисты, в этом году отмечается минимальный приток воды за 20 лет, поэтому снижение уровня так заметно. Вопрос о судьбе Волги задали губернатору Алексея Русских на прямой линии. О проблеме глава региона знает. Мы с главой Татарстана, с Устаном Нургалиевичем Минихановым, с губернатором Самарской области, с главой Мариэль, с главой Чувашской республики, писали обращение на нашего президента Владимира Владимировича Путина с просьбой решить эту проблему и организовать строительство низконапорных сооружений в нижнем русле реки Волга для того, чтобы стабилизировать уровень именно у нас в Куйбышевском водохранилище. По обращению глав региона в ПФО уже ведется работа, но проблема уровня воды в водохранилище не единственное, что беспокоит специалистов. А проблемы с загрязнением Волги, они как были, так и остаются. А это же источник и питьевой воды для нас, и рекреационный какой-то источник, где мы отдыхаемся. А летом, как мы знаем, в какие-то периоды даже купаться в Волге нельзя. Но это, в общем-то, ситуация, конечно, ненормальная. Другое дело, что кто будет этот вопрос решать? Потому что Волга, река федеральная, это целый каскад водохранилищ. И у водохранилищ есть свои приоритеты. Это водоснабжение, получение электроэнергии, транспорт. И там целая система, скажем так, воздействия на Волгу. Федеральный проект «Оздоровление Волги» как раз направлен на сокращение объема загрязнений в реке и восстановление природы. Удастся ли спасти реку и избежать экологической катастрофы, можно будет узнать только в будущем. Светлана Карпухина, Бахтиар Салтанов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.